Она основала собственный бренд одежды задолго до того, как в нашей стране в большом количестве начали заявлять о себе молодые дизайнеры. Фирменный стиль маки женственный, драматичный и при этом очень современный. Как он возник и как развивался в течение 15 с лишним лет, рассказывает его автор, идеиный вдохновитель, дизайнер и бизнес-леди Ольга Киселева. С самого детства у меня были такие мечты. И когда уже школа подходила к концу, я выбрала швейную. Почему-то у меня такое сложилось впечатление, что нужно пройти все ступени от начала и до дизайна одежды. Я портной по специальности, конструктор, закройщик. То есть веду сейчас свой бизнес и знаю все аспекты этого бизнеса. Когда-то, когда мы начинали, это было название мастерская Киселевой. Маки. Вот отсюда это пошло название. А потом, уже когда я начала работать, и через несколько лет это настолько сильно ко мне прилипло, что люди вообще удивлялись, что это не моя фамилия. Мы шили вообще только платье. Потом приходили девушки, и мы поняли, что нужна база. То есть мало того, что ты умеешь шить красивые платья, сочетать какие-то там фактуры ткани, еще что-то. Нужен гардероб, чтобы был наполнен разными вещами. И мы начали делать лупки, топы. Потом пошли жакеты, верхняя одежда, пальто. Мы, если честно, не анализируем спрос. Мы шьем вот то, что я вижу. Я могу увидеть какую-то ткань, и мне понравится фактура, цвет, не важно что. И я могу сразу на ходу, лучше придумать, что из этого будет очень круто смотреться, на мой взгляд. Потом я дорабатываю эту идею в голове, рисую. Обязательно мы шьем пробный экспериментальный образец. Мы все модели испытываем на себе. Я сама ношу все у своего бренда. И мы очень много работы проводим именно с силуэта подкроем. Здесь можно позволить себе совместить и бархат, и трикотаж. И сделать это удобным, комфортным для жизни. То, что мы делаем, это совместная работа нескольких людей. Это управляющая нашим производством, швейном. Неотъемлемая часть успеха, я считаю. Здесь и Михаил Барышников, фотограф, которому надо отдать должное. И это талантливый человек. Это девочки-консультанты, которые на месте работают, в бутике с нашими любимыми клиентами. Налаживают с ними контакт. Это, я считаю, тоже большой очень труд. Нельзя сказать, что это бренд или это один человек. Это все равно люди, которые работают в команде. Это такой вопрос щепетильный. Как правило, человек, когда к тебе приходит, он уважает твой труд. И люди, ценители настоящие индивидуального пошива, они знают, что это такое. Что нельзя сделать быстро. Это ручной труд. Или нельзя сделать сильно дешево. Или из-за одного, как в сказке, куска, не сделать 11 изделий. Ну, то есть, такие моменты, у меня, конечно, всегда присутствуют. Ты пытаешься добиться своей цели. И у тебя есть цель быть не дизайнером. Я хочу стать дизайнером. Я буду дизайнером. А у тебя есть цель принести в этот мир, в этот город, для этих людей, которые тебя окружают, что-то красивое, на твой взгляд. Это мое видение. И когда ты начинаешь чем-то заниматься, неважно, дизайн одежды или еще что-то, главное, мне кажется, всегда четко осознавать, что это работа в первую очередь. Что это не красивые фотографии и не какие-то там мероприятия, презентации, еще что-то. Что в первую очередь это работа над собой, на производстве, в бутике, еще где-то в командировках. То есть, это тяжелый труд. Но я думаю, это такой же труд, как и любая другая профессия. Основанный в 2000-м, модный дом «Я» одним из первых предложил жительницам нашего города «Высокую моду» в исконном смысле этого явления. Индивидуальный дизайн, идеальная отделка, эстетическое и технологическое совершенство, сформулированные 16 лет назад сверхзадачи предприятия, не меняются до сих пор. Я попала в модный дом несколько лет назад, и в то время мы праздновали год нашему предприятию. А сегодня мы празднуем уже 16-летие. И уже когда я появилась в команде, у нас появился салон ткани. Я пришла в модный дом «Я» за тканью для своего свадебного платья, ну а потом пришла сюда работать. Когда я сюда шла, это уже было известное предприятие с заработанным имением. Первый месяц я присматривалась, я была больше в стороне. В результате затянуло, настолько творчество взяло вверх, что как-то оказалось в гуще всех событий. Сначала, может быть, человек опять же приходит нахохлившись и далеко не уверен в том, что ему вообще это надо и нужен этот модный дом. А в конечном итоге это просто одна большая семья. Каждая вещь обязательно строится конструктором. Это инженеры, это люди, которые на бумаге строят конструкцию каждого изделия. Это очень кропотливая, это очень высокоуровневая работа. Есть 100% авторский почерк предприятия. Это вот вещь из модного дома, я узнаю, наверное, вообще там из тысячи. Я знаю практически каждую вещь изнутри. Мы делимся творческими идеями, мы делимся конструкторскими новшествами. Они перфекционисты. То есть все должно быть идеально до последней буквы, до последней строчки, до последней закрепки. То есть от начала, что называется, от покупки ткани до конечного изделия. Все люди, которые сюда попадают работать, они не случайны. Мы все подружились, все друг друга поддерживаем, помогаем друг другу. Не сидим на месте и не даем друг другу сидеть на месте. И Ярослава тоже определенный двигатель. И еще у Ярославы есть замечательное качество. Это умение разглядеть в людях больше, чем они сами в себе могут увидеть. Увидеть перспективы их дальнейшего роста. И она не ошибается. Каждый из членов команды увлекается, увлечен вот этим вот процессом. Это невозможно не любить, если ты здесь работаешь. И невозможно работать, если ты не любишь. То есть вот это вот одно за другое цепляется. Мы настолько друг друга хорошо знаем, что все заинтересованы в той атмосфере, которая сейчас есть. То, чего мы достигли, это благодаря тем людям, которые здесь работают. Благодаря тому, что мы сплотились в одну большую, хорошую команду. И то, что у нас сейчас есть, наверное, это неотъемлемая часть каждого из нас. Очень интересно наблюдать трансформацию клиента за 16 лет. Если раньше я ношу только классический стиль, то теперь мы пробуем абсолютно разные направления. Это в основном те люди, которые в постоянном поиске, которые постоянно реализуют свои какие-то мысли. Это творческие люди, у них есть свой взгляд на жизнь, на вещи. Но объединяет их то, что они хотят быть индивидуальными, стильными, модными, красивыми. И очень хорошо, что мы вкладываем хоть какую-то частичку в их красоту. Они в первую очередь идут за качеством и индивидуальностью. Можно поменять слова за индивидуальностью и за качеством, но одно без другого быть просто не может. Они делятся своими идеями. От этого рождаются и гардеробы, абсолютно новые индивидуальные гардеробы. Мы всегда думаем, к чему нам двигаться дальше. И одной такой ступенью было – это работа с мехом. То есть мы почувствовали, что нашим клиентам это нужно, что они хотят уже шить более сложные виды одежды. И мы решились на работу с мехом. Для меня источником вдохновения является смена времени года. Вот, допустим, наступила осень, приходят новые ткани, они уже тёплые, они совсем другие, не такие, как летние. И когда мы распаковываем ткани, я сразу вижу, что вот эта ткань будет одной клиентки, а эта другой. Потому что я их уже знаю, знаю их предпочтения. И ты понимаешь, что вот оно сошлось там в голове, да, вот ей это прям будет хорошо, нужно, необходимо. И как-то это происходит молниеносно. Раз, и идея сразу приходит. Я даже иногда не могу себя сдержать. Столько эмоций в этот момент вкладываешь, что человек прям тоже загорается и говорит, да, всё, я хочу. И в итоге на одном дыхании получаются вещи. Не всегда это вдохновение с подиумов, не всегда мода является отправной точкой. То есть мы создаём образ, опираясь на модные тенденции, но и в основном это, конечно же, наша повседневная жизнь. Даже те, кто у нас не шьёт, а только покупают ткани, они обязательно приходят похвастаться и показать, что в конечном итоге получилось, во что мы их вдохновили, и показать конечный продукт. Я здесь работаю уже 10 лет, но до сих пор помню нашу первую встречу с Натальей. Она мне тогда сказала, что главный лозунг на предприятии – это то, чтобы относиться к клиентам с искренним радушием, обязательно искренним. Вообще надо искренне любить свою работу и быть честными. Для нас это, наверное, самое главное. Тогда, когда ты бежишь на работу, тогда, когда ты горишь на работе, когда ты думаешь о работе, где-то находясь, когда есть возможность заработать и делать то, что ты любишь, это замечательно. Её профессиональная деятельность всегда была связана с модой. Работала управляющей в салонах красоты, участвовала в фэшн-проектах, но всегда при этом увлекалась спортом. После рождения второго ребёнка Наталья Макарова вернулась в спортзал, чтобы привести себя в форму. И вкинулась настолько, что стала выступать в турнирах по фитнес-бикини, доказав тем самым, что спортивная карьера может начаться и после 35-ти. Я вообще с детства мечтала об этом виде спорта. И в 15 лет я пошла в тренажёрный зал. Были обычные покрашенные стены, и было просто железо, когда мы, ну вот называют у нас в нашем виде спорта, ни кетлер там, ни какой там фирмы, ни с мягкими подголовниками с удобными. И их было, конечно, очень мало. Не было, как сейчас у нас, много клубов, очень много программ, очень много спортивного питания. Раньше, конечно, это всё был дефицит, и прогресса, конечно, такого не было. Фитнес-бикини вообще возникла, глядя на девочек-моделей. Высокие, красивые девочки, стройные, но при этом они должны быть потянутые. Как приходят девочки одни, через полгода они уже становятся вообще другие. И они становятся рельефные, они становятся красивые, они умеют себя показывать. Их можно уже выпускать на сцену. Когда ты выходишь на сцену, ты не просто туда выходишь. То есть есть определенные параметры, есть по федерации определенная постановка рук, головы, тела. Работают все группы мышц. Это позирование, это работа еще с одним тренером. И идет работа над луком, с визажистом, с стилистом. Придумываем купальник, подбираем стразы. Это где-то мы делаем за месяц примерно до соревнований. Это, конечно, очень большой труд. Труд это однозначно. Это выдержка, конечно же. Выдержка и физическая, и моральная, и психологическая. Потому что сначала тело у тебя пугается, ты поднимаешь большие веса. То есть ты делаешь с большими весами. Потом ты перед соревнованиями переходишь на маленькие веса. Сначала ты много кушаешь, потом ты кушаешь мало. Потом у нас есть такое понятие, ходишь на сушку перед соревнованиями. Не надо этого бояться, но это труд. По силам это не сказать, что перед соревнованиями становится больше тренировок. То есть там немножко другого характера тренировки. Там больше ровные нагрузки, чуть-чуть другая диета. То есть чуть поменьше водички за несколько дней до соревнований. То есть такие моменты. А так в целом, вообще период делится на период, когда набираем глубокую мышечную массу и на период сушки. Они оба разные, оба в своих особенностях. Поэтому какой из них тяжелее, кому-то дается тяжелее Масандабла, кому-то тяжелее дается сушка. Это очень индивидуально. До день до соревнований я не сплю всю ночь. Я волнуюсь, переживаю, как будто я иду на экзамен, сдавать экзамены. И это настолько как бы волнительно и настолько очень все серьезно. Пошив купальников, вот эти стразы, потом вот этот грим, когда ты смотришь на себя, вот этот профессиональный макияж, то есть прическу делаешь. Нет, это очень все прям завораживающе. Все мы люди. И это не значит, что у соревновающихся атлетов, они прям вот всю жизнь, все круглогодичные, они лишения. У нас есть определенные периоды, где да, себя нужно ограничивать. Есть периоды, где ты можешь расслабиться, что-то себе позволить. Я призываю просто женщин и девушек после 35 вообще заниматься фитнес-бикини. Это очень красиво, когда вы выходите на сцену в этом возрасте. Это просто красиво. Это смотрится очень эффектно. Во-первых, когда выходят девочки, они девочки. По ним видно, что им 20 лет, они такие еще молоденькие, взгляды у них такие. И когда выходят уже после 35 девушки, да, уже мастера, бикини-мастера, у них даже взгляд другой. То есть они себя несут на сцене по-другому, уже более осознанно, более серьезно. Я просто рекомендую всем заниматься после 35 вообще этим видом спорта.